Музыка Ну, произошло это одним прекрасным вечером. Дело было ближе к ночи. Был у нас такой футболист, Давид Челадзе. Мы еще играли в первом дивизионе. Пошли в ночной клуб скоротать время. В клубе, я помню, было пустынно. Мы сели за стойку. Мы смотрели в пустоту. Вдруг на танцполе появились две девушки. Одна из них была Надежда. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Антуан Десент-Экзупери. Меня зовут Надежда Шаронова. Я жена игрока Рубина Романа Шаронова. Был мой человек, без сомнения. Притирались. Вопросов нет, притирались. Мы до сих пор притирались. Шли на компромиссы. У нас одни ценности, у нас одни цели, у нас одни интересы. В общем-то, одни взгляды. Но все одинаковое. И правда. То есть, наверное, Роман мой самый... Не только мой муж, но и мой самый главный друг. То есть он слушал ту музыку, которая нравилась мне. Я была очень рада, что он не слушает российскую эстраду. Что он слушает Металлику, Рамштайн и Си Ди Си Кис. Я Федор Шейн. 16 лет. Учусь в 10-м классе. Увлекаюсь очень сильно футболом. Интересуюсь. Занимаюсь баскетболом в униксе. Живу с Романом Шароном. Он мой отчим. В семье он называет просто Рома. Ну, я первый раз увидел Рому, когда мне было 7 лет. Мама сказала, что хочет познакомиться с своим новым парнем. А мы были противники свадьбы, как таковой, такой обыденной в белом платье. Поэтому мы просто приехали сами за рулем. Сами расписались в ЗАГСе и сами благополучно оттуда укатили. Все. ЗАГС был недоволен страшно, потому что они пытались мне навязать, когда мы договаривались о дате. Они спрашивали, ну, у вас будет салют из бабочек? Я говорю, нет, спасибо. Ну, а вы, Мария, вы будете заказывать? Я говорю, нет, не будем. То есть лица работников ЗАГСа становились все страшнее. И под конец они произнесли сакраментальную фразу. Они сказали, ну, хоть корочку вы купите у нас для свидетельства о браке. Я говорю, корочку обязательно купим. Спасибо. И на том все. Ну, мне кажется, моряк, кто что хочет от жизни взять. Может быть, какого-то футболиста это и устраивает. Или просто человек, у которого там какой-то есть определенный достаток. Я думаю, что все зависит от человека. Мы познакомились очень давно, и поэтому, как бы, мое оправдание только в том, что действительно Роман тогда был игрок первой лиги с очень скромным доходом и не мог меня покорить никакими украшениями, ни поездками на частном джете, ничем. Этого не было. Могу признаться, что до сих пор я летала бизнес-классом всего один раз. Меня зовут Шаронова Настя, я живу в Мутищах. Мне 13 лет, я учусь в 28-й школе в 6-м классе. Мне не то, что не нравится что-то в футболе, мне просто неинтересно бывает. Я так смотрю на папу. Я вижу папу в году около месяца. В селе футбола мыть полы. Я хотела бы жить в Санкт-Петербурге. Мне не нравится «Зенит», потому что я не наравне, как бы, со всеми. Нигде денег много слишком. Когда я смотрела матч «Рубин-Барселона», который папа выиграл, я очень переживала, мне прям вообще... «Барселона» играл лучше, но «Рубин» все равно выиграл. Наверное, повезло. Мне бы хотелось быть женой футболистом. Ну или не футболистом, а просто какой-нибудь спортсменом, там, пловца. Клевым было бы. То есть, если какие-то проблемы у меня с Надей, то я решаю вместе с ней. И никому не рассказываю про наши проблемы, потому что... Я не считаю это нужным. У меня нет такого человека, у меня Надя, как бы, это тот человек, с кем я могу поделиться самым сокровенным. Нет, видимо, я... У меня, видимо, высокая самооценка. Я считаю, что я сама могу разобраться в своих отношениях. Ну и, к счастью, мне особо нечего разбираться в них. В общем-то, все достаточно гладко. Я так могу, в порыве чувств могу найти чемодан на полке. Но давно уже, кстати, не собирала. Вот уже, наверное, годика три как-то не порывалась уйти из дома. Поэтому уже, наверное, все-таки это уже какая-то статистика. Три года – это срок. Да и он всегда знал прекрасно, что дальше, чем до подъезда или парковки, я далеко с чемоданом не уйду. Она мне никогда не предаст. Надежность. Меня зовут Маруся Шарона. Мне шесть лет. Я полутора лет не сплю. Я пойду осенью в школу. Я занимаюсь теннисом и плаванием, и школой моделей. Чтобы походка была хорошая. Я хочу стать теннисисткой. Я видела, который она сейчас ходит. Мне вот это нравится. И что мне нравятся ее разные платья, например. Комбинезоны, как у меня. У меня тоже есть комбинезоны у мамы. У мамы два, три даже комбинезона. У меня один. Я знаю одну фирму, Дольче Габана. Я знаю правила. Около вратаря такой квадрат есть. Когда, например, футболист нарушил на правила, и тогда бьют пенальти. Мне нравится, как играет мой папа. Мне вот это нравится. Я чувствую боль папы. Когда папа выиграет, я всегда спрашиваю, куда мы идем отмечать. Когда гаснет свет, начинаются вопросы. Как и у всех детей, которые не хотят быстро засыпать. Но вопросы иногда интересные. Один из самых запоминающих вопросов – это характеристики футбольной команды «Рубин». Начиная от массажистов-докторов, заканчивая Курбаном-Бердемом. Естественно, весь основной состав. То есть я каждому давал характеристику, сколько лет, когда день рождения, женат, не женат, сколько детей. Я действительно очень рада, что меня миновала сия участь. И мне не надо тащить всю семью на себе, и не надо созерцать мужа, который валяется на диване и читает «Спорт-экспресс». Далеко ходить не надо за примером. Я все распилила своего брата, когда у него единственная дочь развлекалась самостоятельно, а он лежал на диване. Не будучи обременен так же, как и Роман с всякими вообще работой. У меня это на подсознательном уровне. Я ни к чему не готовлюсь, это у меня внутри. Вот и все. Он действительно прирожденный отец. А мне как допинг, это я не знаю. Если я, например, на сборах какое-то время проходит, я уже все, мне уже надо вот это все. Я тоже не могу Романа Коллег обвинить. И сложные взаимоотношения в семьях, и проблемы со здоровьем. И то, что футболисты ведут кочевой образ жизни, и жены порой не хотят рожать в разных городах страны или рожать в отрыве от мужей где-то у себя на родине, а потом ждать какого-то момента, пока ребенок подрастет, чтобы с ним прилететь к мужу. У них в крови этот кочевой образ жизни. Им не привыкать. Они оседлый образ жизни не вели. Откуда они знают, какие еще есть варианты, кроме как с тогу сена родить? Наверное, все-таки более как-то крепко стоит страна на ногах, и есть вера в то, что ты можешь воспитать. Да, действительно, в Америке очень распространено трое детей в семьях. Притом совершенно разные социальные слои, и профессура, и рабочий класс. Действительно, трое детей – это стандартно. Капнем глубоко. Мне кажется, наша общество деградирует. Алкоголь. Везде, постоянно, как и дети. Мы часто ездим по глубинкам, так сказать, России. Не буду называть города, но я везде вижу алкоголь. Я не могу грешить на то, что мои дети что-то сильно испортили в моей внешности. И глядя на свою подругу Аню Семак, я тоже не могу сказать, что хоть что-то в ней изменилось с тех пор. А я с ней познакомился, у нее только-только третий родился. А уже пять. Нет, шесть-пять. Они ведут. Ну, у нас нет конкуренции. Нам замучили этим вопросом, что конкурировали мы с Семаками, ни в коем случае. Дети не заводятся для того, чтобы конкурировать с кем-то. Так вышло. И они говорят, что они и пока не собираются останавливаться, возможно. Я каждый раз, когда от Ани звонок, я жду с нетерпением. Может, уже опять новость какая-либо. Дети не заводятся для того, чтобы конкурировать с кем-то. Дети не заводятся для того, чтобы конкурировать с кем-то. Думаю, что нужно, но и на сто процентов, так сказать. И на все время. Потому что зависимость от компьютера. Она есть, это большая проблема. Но в то же время компьютер помогает человеку развиться. И ребенку в том числе. Нужно. Иногда. Нужно дозировать. А если дети сами не бросают компьютер, и вовремя не отходят от него, надо прятать. Думаю, что надо ходить больше в храм. Я думала много раз над этим вопросом, не знаю. Очень трудно. Я просто, знаете, как родитель, надеюсь, ну а вдруг пронесет. И вдруг все же не зацепит глаз. Потому что я не готова на сегодняшний день давать объяснение. Это Лев Шаронов. Он родился 3 октября 2011 года. Это будущий защитник, центральный защитник сборной России. Родился он в Москве. Вот у нее все хорошо. Как-то я считаю, что это негуманно, когда огромный взрослый родитель набрасывается на маленького ребенка. Это уже со стороны выглядит отвратительно. Поэтому после этого становится дико стыдно. Потому что действительно, сила это не метод. Но иной раз, наверное, иногда стоит отрезвить. Это просто вот какой-то шлепок. И может в этот момент есть надежда, что ребенок как-то начнет внимать. Вот когда этот гнев выходил, сразу осознавал, что я был неправ. И поэтому, когда это происходило, я всегда просил прощения у детей. Они начали появляться, дети, когда у меня там какие-то большие деньги. Они просто, мы просто их хотели, и у нас рождались дети. Вот и все. Ну ведь дело же не в деньгах. За деньги не купишь желание рожать ребенка. Это же не покупается, не продается. Либо есть желание, либо нет. Просто кому-то, у кого-то действительно остро стоит финансовый вопрос, на что потом содержать этого ребенка, воспитывать. И все. А тут дело просто в буквальном желании. У нас оно было, но я считаю, что дети – это как бы результат любви. Если ты любишь женщину, ты хочешь иметь от нее детей. А если ты не хочешь иметь детей, вряд ли ты любишь эту женщину. Ну, это мое мнение. Субъективное пусть, но я так считаю искренне. На данный момент я лично не готов к этому. Но может быть придет то время, когда я буду к этому внутренне готов, и я это сделаю. Я не прочел ни одной книжки по воспитанию детей. Согласна полностью, это изумительно. И вообще это не обременяет. Его это совершенно не обременяет. Ему доставляет огромное удовольствие заниматься детьми. Всеми, при том, у него нет любимчиков. Они все для него равноценны, равнозначны. Поэтому мне никогда не бывает сложно. Я не могу сказать, что этот быт меня заел. Я так устала, мне необходимо передышкой вырваться, потому что меня не заел быт. Я получаю удовольствие от того, когда получают удовольствие дети. Когда Василиса первый раз мороженое попробовала, я видел ее восторг. То есть, когда она попробовала на сос... Никуда, вон, соска-то это еще. Вот когда она попробовала первый раз мороженое, я видел ее восторг. Восторг. И от этого получаю удовольствие. Вот тоже. Нет, 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 нет. Когда-то что-то же должно совпадать. Какие-то детали, люди, половины. Вот, видимо, тут совпало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА